Привет, бойцы! Случилось то, чего так долго ждали в игровом мире шутеров. 10 марта 2020 года Activision выпустила Королевскую битву для Call of Duty Modern Warfare – Warzone. И что самое главное, она абсолютно бесплатна для всех. Королевская битва Call of Duty имеет все шансы стать лучшим шутером в своем жанре. Великолепная графика и оптимизация. Большой размах. В матче одновременно играют 150 человек. Большое количество игроков онлайн. Огромная популярность. В первые сутки игру попробовала 6 миллионов человек. Детально проработанная реалистичная карта. А самое главное – это, конечно же, динамика боев в Call of Duty. Правила очень простые. Тебя одного или с отрядом выбрасывают на огромную карту. И дальше у тебя одна задача – выжить. Огромная карта Warzone не является чем-то новым. Фактически, нас подготавливали к этому моменту. Отдельные локации этой карты хорошо знакомы игрокам Call of Duty Modern Warfare, так как являются самостоятельными картами в других режимах. В территории Warzone с сужающимся кольцом окружает ядовитый газ, от которого вы должны постоянно убегать. Кольцо эвакуирует только один отряд. Вас будут пытаться убить все остальные игроки, за исключением членов вашего отряда. Чтобы выжить, вам понадобится хорошая экипировка. Экипировка здесь играет роль не менее важную, чем ваши навыки. В игре есть подробное обучение. Сейчас была разминка, а теперь в бой. Прыгаете вы со среза, то есть с огромного открытого заднего лика. Сделан прыжок реалистичный. Я немного прыгал, было дело, так что не есть с чем сравнивать. Перед прыжком вы можете пометить на карте желаемую точку приземления. Условно в отряде есть командир, это тот, у кого максимальный ранг. И лучшие отряды следовать к точке указанного командира и держаться вместе. Командир сейчас я, я играю Мейсон. Это большой темнокожий парень в маске черепа. По поводу самого прыжка. Вы можете ускоряться клавишей W, чтобы достичь земли скорее. На минимальной дистанции парашют откроется автоматически. После чего можно обрезать стропы, таким образом достичь земли с максимальной скоростью. Но в свободном падении ваша горизонтальная скорость маленькая. И если вы хотите отлететь в сторону, то делать это лучше на парашюте. Я советую отлетать в сторону, чтобы избежать случайных смертей. Чем больше народа, тем больше вероятность случайной смерти. Снаряжение распределено на карте неравномерно. Но лучше его искать в малоэтажных постройках. Под березой калашников вы не найдете. А в больших зданиях можете потратить много времени. В интернете есть карты с распределением лута, то есть всего этого добра. Но так как это бета-версия, я думаю, что нет смысла запоминать эту карту. Просто нужно ориентироваться на местности. Смотреть, где есть домики и постройки. Цель на ликвидацию опознана. Устранить ее. Болтовня потом. Союзник взял контракт на уничтожение цели. То есть враг подсвечивается в определенной зоне, и его нужно уничтожить. Тут таблом не щелкает. Приземлился сразу в бой. Вставляю в бронежилет третью кевларовую пластину. Это важно. Нашел крутой АК. Теперь быстрее на помощь союзнику. Вот сука, упустил. Вижу движение. Отмечаю место, где видел врага. Еще один. Наверное, целый отряд. Их должно быть трое. Вон он, гад. Ранил и добил. Твою мать! Прикрывайте! Духи, помогите мне. Союзник, давай реанимируй меня. Надо добить, гада. Шесть уничтожена. Хорошая работа. Там еще один. Замена бронепластин. Враг ранен. Сначала помочь своему. Порву в клочья. Патроном не хватило, чтобы добить. Вот так. Там он будет сражаться за право вернуться в бой. Тут после первой смерти попадаешь в ГУЛАГ, где тебе дают второй шанс. В ГУЛАГе тебя ждет огневой контакт один на один. Заметьте, как трудно убиваются враги. Потом расскажу почему. Продолжу рассказывать про снаряжение. Вам понадобятся оружие, броня и спецсредства. Ваш союзник потерпел поражение. Кроме того, вам нужно собирать деньги. Его больше не обстоит. На них вы опять же можете купить снаряжение или воскресить соратника. Деньги и снаряжение можно получить на карте пятью способами. Первый способ. Их можно просто найти на полу в подходящих местах, или быть в здании. Второй путь. Найти в специальных гудящих ящиках. Это самый распространенный способ. Третий способ. Третий. Убить противника и забрать его снаряжение, оружие и деньги. И четвертый способ. Вы можете купить нужное вам снаряжение в специальных зонах покупки. В том числе в зоне покупки, в последней позиции, вы можете купить вызов контейнера, в котором будут предустановленные вами комплекты оружия. И это единственный способ ворзон получить предустановленный вами комплект. По умолчанию вы не голый. У вас есть пистолет и бронежилет с двумя кевларовыми пластинами. Так вот именно из-за наличия брони и увеличено время убийства, то есть time to kill. У меня создалось ощущение, что уменьшен даже урон в голову. Хотя может быть показалось. Моя любимая тактика стреляем в грудь, а дальше отдача поднимает очередь в голову. Либо же стреляем одиночную. Здесь не очень-то годится. Куда больше здесь подходит универсальная тактика стрельбы времен Point Blank. То есть начинаем стрелять в голову очередью и тянем оружие слегка вниз для контроля отдачи. Так, чтобы вашему противнику прилетела в голову увесистая порция пуль. Замечена посылка. Ну вот мы видим, как союзник получил посылку. Но у меня все есть и мне ничего не нужно, поэтому не буду дергаться. Вон он! Вижу врага! Вы можете отмечать предметы и место, куда направляетесь с нажатием левого шифта. Клавиша, которая по умолчанию ответственна за показ пинга. Двойное нажатие, чтобы отметить место, где замечен враг. Повторное нажатие, чтобы отменить метку. Эх, я подставился. Но ничего, уровень здоровья здесь со временем восстанавливается. Обнаружен ящик с припасами. Отмечаю координаты. Не забывайте восполнять броню. Без брони шансов у вас мало. По поводу контрактов. Контракты позволяют также получать бабло и снаряжение. Причем вы получаете вознаграждение за выполнение контракта. И еще, в ходе его выполнения. Выглядят контракты, как лежащие планшеты. Контракты бывают трех типов. Первый, найти три ящика с припасами. Стреляют по-нашему. Нужно вернуться и убить противника. Опять в том же месте. Нельзя бросать своих или оставлять врага за спиной. Само собой, противника нужно добивать, так как его могут реанимировать. А наша цель остаться последними на карте. Итак, первый тип контракта по поиску контейнеров. Обозначен на карте лупы. Как потом и сами эти контейнеры. Второй тип контракта. Это захват точки. Обозначен на карте флагом. Сложность в том, что когда вы захватываете точку, с нее посылается сигнальная ракета. И все враги видят ваше местоположение. Третий тип контракта. Это уничтожение цели. Обозначен на карте мишенью. На карте отмечается область, в которой находится противник, которого вы должны уничтожить для выполнения контракта. Если вы стали целью контракта, о чем вам скажут? Готовьтесь, что вас идут убивать. У врага при этом, конечно, есть преимущество. Он знает примерно, где вы. Но и вы знаете, что он идет за вами. Так что, кто охотник? Хочу пойти на станцию покупки и купить набор для самореанимации. Это очень полезная штука. Расположение меток лучше смотреть по малой карте. Честно говоря, я даже не знаю, можно ли их смотреть по большой. В любом случае, это неудобно, так как все метки обычно находятся недалеко. Так, куплю-ка я еще и БПЛА. Очень полезная вещь для обнаружения врагов. Да что ж, я семь раз за картошкой. Бронепластин тоже нужно докупить. Газ приближается. Кольцо газа сужается. Нам пора уходить. Для этого нужно отметить следующую точку дислокации. Чтобы это сделать, нажимаем на М, открываем карту, удерживая правую кнопку мыши, наводим курсор на точку, которую хотим отметить на карте и щелкаем левой кнопкой мыши. Поведу-ка я моего товарища на дамбу. Там пустыньо, с одной стороны горы, и это не забудь. Там есть несколько укрепленных позиций, откуда удобно вести огонь и ждать противника. Противогаз немного продлит жизнь, но не спасет. Кстати, не забывайте делиться инвентарем с товарищами, особенно бронепластинами. У меня для инвентаря назначена кнопка I, что вполне логично. Снижает ли наличие брони реализм в игре? Мне не очень нравится высокий тайм-ту-кил, но с другой стороны, для справедливости скажем, что современные кевларовые пластины действительно выдерживают попадание АК. Осторожно! Газ приближается! Какую же тактику лучше выбрать в этом режиме? Засесть в безопасной зоне и кемперить? Бежать и выносить всех? Или же патрулировать территорию? Думаю, что все сразу. До безопасной зоны далеко. Надо спешить. В этом режиме, безусловно, есть место кемперству. Если вы находитесь в центре кольца, и у вас хороший шмот, хорошее оружие, какого черта вам куда-то рыпаться, когда вам нужно сидеть и ждать гостей? Но с другой стороны, Call of Duty это точно не про кемперов. Потому что смена позиций всегда дает вам новый обзор. И к тому же, так сложнее подобраться к вашей заднице. Поэтому всегда приходится искать баланс между тем, чтобы сидеть и смотреть по сторонам, и тем, чтобы двигаться. Так, ну что там мой союзник залег, увидел кого-то. Придется его подождать. Чувак, пошли! Нас сейчас газом отрежет. Прикрой его, пока он там со снайпой целится. Нет, ждать больше нельзя. Нужно двигаться. Идем по самой кромке газа. Прикольно. Время от времени слышен вой. Здесь пустынно, но если нарвусь на снайпера, нам конец. Так, у нас и есть, нам ничего не надо. Нужно занять позицию, ждать гостей. Газ уже совсем близко. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Вообще, проигроки пытаются убить как можно больше соперников. Насколько я знаю, на 18 марта рекорд составляет 78 убийств для команды и 38 для человека. Ну, это, конечно, что-то невообразимое. Говорят, видео есть на YouTube, его можно найти. Да, вид отсюда удручающий. Нам нужно будет немного спуститься. Мне туда! запущу-ка я БПЛА, потому что на камнях мы как мишень. Границы безопасной зоны смещаются. Вес отрежения отставить последнее. Идем. Отменяю последнее. Придется поиграть в горных козлов. Хорошо бы свалиться противнику прямо на голову. Внимание! У БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Графика и физика, конечно, просто на высоте. Я выдвигаюсь. Я иду туда. Стоп! Отменяю последнее. Отлично! Мы в безопасной зоне. Вижу движение! Стоп! Отменяю последнее. Вижу движение! Ну вот, началось. Замечен враг. Замечен враг. Хоп-хоп, куда ж ты целишься? Где он? Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Мы-то в безопасной зоне, только я немного растерялся. Никак не могу найти нормальную позицию. Не пойму, где враг. На крыше, сука, залег. Но и сзади наверняка еще несколько. Пока меня прикрывают, попробую взять штурма. Если ранит, не страшно, союзник меня реанимирует, лишь бы не давил. Где он, зараза? Спрыгнул, что ли? Твою ж мать, попытаюсь себя реанимировать. Добил меня. Противник, конечно, красавчик. Правильно все сделал, сныкался с пистолета. Но это я, конечно, просчитался. И с дробыша добил. Ну вот я и в гулаге. Обычно в плену я всегда выигрываю. Какой-никакой, а опыт огневых контактов у меня есть. Если победишь здесь, вернешься на поле боя. Если проиграешь, тебе конец. Убей противника или захвати цель. Помоги мне. Да, но, видимо, не в этот раз. Тебе конец. Мы отправляем тебя обратно на базу. Еще не вечер. Команда может заплатить за твое освобождение. Когда вы окончательно погибаете, вы можете нажать левый альт и запросить у союзников воскрешение на ближайшей станции покупки. При этом у союзника появится такой специфический значок в виде парашютика, чтобы он видел, где вас можно воскресить. Блик от оптического прицела. Союзник сам на прицеле у врага. Хоп-хоп 228. Сейчас сам реально рискует и ему не до меня. Ох, с СВДшкой. И на открытом месте. Выкасят его со штурмовой винтовки. К моему сожалению, я был прав. Живых было менее 25 игроков. В этот раз мы проиграли. Но это только за калит... Ну что сказать, я на 10 месте из 150 человек, что в принципе неплохо, учитывая, что я играю только второй день. Однако, хочется не погибнуть, а эвакуироваться из зоны на вертолете, то есть войти в топ. И напомню, что рекорд на сегодняшний день это 38 убийств. У меня пока что только 4. Всем хорошей игры. Удачи!